Привет, меня зовут Ренат и вы на канале Биологика. Сегодня решаем 25-е задание. Начнем. В 25-м варианте мы должны ответить на вопросы. Итак, какие виды кожных желез имеются у млекопитающих? Поясните, какие функции выполняют эти железы и приведите 4 примера. Так, 4 примера кожных желез. На коже у нас имеются следующие железы. Например, потовые, сальные, млечные и пахучие. Давайте разбираться, для чего нужны потовые железы. Потому что нас просят пояснить, какие функции выполняют эти железы. Потовые железы нужны для терморегуляции, для охлаждения организма. Попутно, еще когда выделяется пот, он не только уносит тепло, но и еще попутно организм избавляется от ненужных для него веществ. Солей определенных. Давайте это запишем. Сальные железы выполняют защитную функцию. Они выделяют определенные вещества, которые смазывают кожу, выдают ей эластичность и защищают ее. Млечные железы выделяют, не только выделяют, но и образуют, выделяют молоко, которым как раз таки вскармливают детеныши. Ну и пахучие железы. Они служат для привлечения половых партнеров, служат для разметки территории, но и иногда могут отпугнуть врага. Например, скулз этим пользуются. Вариант номер два. Каково значение бактерий в природе? Приведите не менее четырех значений. Итак, бактерии образуют почву. То есть, они участвуют в почвообразовании. Запишем это. Бактерии-редуценты помогают минерализовать почву. То есть, они участвуют в круговороте веществ. Бактерии-редуценты, то есть, бактерии-фотосинтезирующие, хемосинтетики, участвуют в образовании первичного органического вещества. То есть, в результате известных процессов. То есть, фотосинтеза, хемосинтеза. Бактерии иногда вступают в симбиотические взаимоотношения. Вспомните, клубеньковые бактерии или, например, те бактерии, которые обитают в кишечнике человека. Ну и есть бактерии-паразиты, которые, соответственно, паразитируют, вызывают заболевания у растений-животных и тем самым регулируют их численность. Вариант номер три. В чем различие строения семени и споров у цветковых растений? Укажите, что развивается из споры и сильные в жизни цикли этих растений. Во-первых, спора, она состоит из одной клетки. А вот семя состоит из множества клеток. И при этом оно образовано зародышем, эндоспермом и семенной кожуры. Запишем. Вариант номер четыре. Вариант номер четыре. Где расположен центр, безусловно, рефлекторной регуляции отделения сока поджелудочной железы. Данный центр располагается в продолговатом узке. Какова роль этого сока в пищеварении? Так, в анкреатическом соке содержатся ферменты, которые будут расщеплять белки до своих аминокислот, аминокислот, углеводы до молносахаридов и жиры до, получается, жирных кислот и глицерина. Так и пишем. Третий вопрос. Какую еще функцию выполняет поджелудочная железа? В чем она заключается? Так. Поджелудочная железа также выполняет регуляторную функцию, так как она выделяет гормоны. Так и отвечаю. Вариант номер пять. Укажите производные кожи, которые имеются у млекопитающих, в отличие от присмокающихся. Приведите четыре производных кожи и объясните их функции. Здесь вы можете рассказать про железы, которые имеются у млекопитающих, которые мы рассматривали, например, в первом варианте. Или же вспомнить производные кожи, такие как рога, волосы, копыта. Ну, выбирайте себе. Давайте мы быстренько это сделаем. Итак, начнем с потовых желез. Потовые железы нужны для терморегуляции. Они позволяют организму регулировать температуру тела. Охлаждаться, например. Давайте это запишем. Волосы. Волосы также выполняют терморегуляторную функцию. Запишем. Сальные железы. Сальные железы выполняют защитную функцию. Они придают эластичность коже и волосам. Ну и млечные железы. Они образуют и выделяют молоко, которое используется для вскармливания детенышей. Готовьтесь, старайтесь, занимайтесь. И у вас все получится. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok